Всем привет! Это новости с Чалом и с вами, собственно, Сергей Чалый. Начнем с первой длящейся новости, которую мы комментировали еще на прошлой передаче, а именно введение белорусской стороной контроля на границе с Россией. На этой неделе наше предположение о том, что это нечто большее, чем просто формальность, сначала подтвердил член Совета Республики Олег Дьяченко. По его словам, необходимо усиливать безопасность всего общества, потому что через Россию к нам могут попадать не только психотропы, но и оружие. Ну, а затем наш вывод попытался опровергнуть министр иностранных дел Сергей Олейник на совместной пресс-конференции в Москве с Лавровым. Это не совсем контроль, это скорее мониторинг ситуации на границе, которая осуществляется в тесном взаимодействии с российскими коллегами. Поэтому я не использовал бы термин «контроль», а скорее использовал бы термин «мониторинг». И вот это настойчивое повторение, ну, оно могло бы ввести в заблуждение разве только главу российского МИДа. Мы же, белорусы, хорошо знаем, что означает выражение «это не контроль, это мониторинг». Потому что неоднократно слышали его, например, от комитета госконтроля, когда тут отчитывается о сокращении числа контрольных мероприятий, но при этом почему-то об увеличении сумм собранных штрафов. И вторая по порядку. Но первая по важности длящаяся новость, это, конечно же, затянувшееся отсутствие Лукашенко в публичном поле. Отчетливое сходство происходящего с сюжетом смерти Сталина придавало очередное обострение дела врачей. По информации телеграм-канала «Белые халаты», совещание с Минздравом, которому готовился его главный внештатный травматолог-ортопед Гроссименко, было запланировано на 12 мая. Окончательно разобраться с убийцами в белых халатах, как и в случае со Сталином, помешала только болезнь вождя. Вопреки распространенному мнению, госаппарат вовсе не застыл в ступоре от временной недееспособности Лукашенко. Как мы и предсказывали в прошлой передаче, реакция официоза варьировалась в диапазоне от тонкого троллинга до попыток позиционирования себя, ну, на случай, если что. Тема троллинга была подхвачена пулом первого, который невинное вроде бы видео появления зайца на лужайке лукашенковской резиденции сопроводил двусмысленным комментарием «Новичок во дворце». Тот же самый пул первого показал свою готовность к эпохе потерявшего голос Лукашенко, продемонстрировав новые образцы мерча первого. На этот раз впервые без его цитат. А официальное телеграфное агентство, которое свой спецпроект, посвященный рабочей неделе Лукашенко, что уже смешно в этих обстоятельствах, дополнило под заголовком «Для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства». С учетом его отчаянной хромоты, это звучит уже как полное издевательство. Кажется, что даже победитель только что закончившегося конкурса на лучшую эмблему года мира и созидания издевается над постоянно забинтованными руками Лукашенко. В отличие от относительно безобидного троллинга, гораздо более опасным является сигнальное поведение чиновников, создающую подданных впечатлений, что кто-то еще, кроме самого Лукашенко, способен выполнять его специфические монаршие обязанности. Губернатор Минской области Александр Турчин не только осмотрел с вертолета свои подведомственные земли, не только обнаружил там бесхозяйственность, не только приказал навести порядок на земле, но еще и поручил подчиненным председателям райисполкомов сделать то же самое. До недавнего времени все это считалось исключительно прерогативой Лукашенко, который в свою очередь позаимствовал этот властный ритуал у самого Машерова. Исполнение более торжественных обязанностей правителя взял на себя премьер Головченко. 14 мая он зачитал поздравлению Лукашенко с собравшимся на празднование дня флага, герба и гимна. Подавляющее большинство комментаторов не придали значения этому происшествию, посчитав его повторением событий 9 мая, когда поздравление с Днем Победы вместо Лукашенко прочитал министр обороны Хренина. На самом деле различие было и важнейшее. Если в торжествах 9 мая Лукашенко принимал участие лично, то на площади флага он отсутствовал от слова «совсем». И это сразу превращало торжества в мероприятие самого Головченко. Более того, помимо прочтения поздравлений Лукашенко, он еще и позволил себе смелость от себя лично обратиться к собравшимся гражданам. Причем собравшимся не просто так, а для участия в ежегодной церемонии принесения молодыми гражданами нашей страны клятвы верности государственным символом Республики Беларусь. И тут, как вы понимаете, дело вовсе не во флаге Герби Гинни. С 2013 года Лукашенко сам, как главный государственный символ Республики Беларусь, неизменно принимал эту клятву верности как монарху своих подданных. И замена его на Головченко грозила настоящим подрывом устою. Неудивительно поэтому, что государственное телевидение подвергло речь премьер-министра самой настоящей цензуре. В новостных выпусках его слова от себя заменили на зачитывание поздравлений Лукашенко, причем того самого поздравления, которое в этом же новостном выпуске только что зачитали дикторы. Наши поистине народный флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость. Укрепляют духовные силы, вдохновляют на новое свершение. Стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидеть во имя будущих поколений. Помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам. Уверенно эти качества позволят нам не только выстоять перед лицом сегодняшних вызовов, но и приумножить достижения суверенного периода. Оригинальная речь Голубченко сохранилась только в любительском видео, снятом на мобильный телефон. И даже на международной арене, считавшейся исключительной вотчиной Лукашенко, помните это, каждый должен заниматься своим делом, даже там было неспокойно. Стоило только Лукашенко слечь с очевидным тяжелым недомоганием, как случилось аахинское рукопожатие президента Украины Владимира Зеленского и избранной президентки Беларуси Светланы Тихановской. Впервые случилось. Как будто что-то в лесе сдохло. В общем, с учетом всего вышесказанного, это что-то пришлось срочно оживлять. Причем операция явления живого Лукашенко народу была столь поспешной, что над неуклюжим гримом поиздевались все злопыхатели, сравнивая его с работой «Мадам Чусо» или «Таксидермиста». Я считаю своим долгом решительно возразить этим злопыхателям. Правильно говорить не «таксидермист», а «таната-косметолог». При этом, несмотря на все усилия специалистов, говорит Лукашенко по-прежнему с трудом, а его тяжелое дыхание неизбежно вызвало сравнение нет, не с Чейнстоксом, с Дартом Вейдером. Интересно, что само мероприятие, ради которого появился Лукашенко, доклад в Центральном командном пункте ВВС и войск ПВО об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, казалось бы, вовсе не требовало особого присутствия самого Лукашенко. Поэтому кратко, без запугиваний, ну, как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая, но тем не менее, факторы настораживающие. Ну, потому что вот этот вывод, обстановка не критическая, но есть настораживающие факторы, он подходит примерно к 99% совещаний с участием Лукашенко. Если бы не упоминание им инцидента рядом с нами в Брянской области, когда были сбиты 4 воздушных судна. Упоминание в тот момент, когда сама Россия скрывала этот инцидент. Значение случившегося трудно переоценить. Речь идет об уничтожении целой авиагруппы, бомбившей в течение нескольких недель села Черниговщины и Сумщины, состоявшей из бомбардировщика Су-34, перенесущего 12 планирующих фугасных бомб ФАБ-500 с крыльями, двух вертолетов Ми-8, чуть пониже, в режиме разэлектронной борьбы, и сверху истребителя Су-35, прикрывающего всю эту группу в режиме противовоздушной обороны. И в данном случае, неважно, чем именно была уничтожена эта авиагруппа, ракетами или Амраам, запущенными с самолета, или этими же ракетами, запущенными из наземного комплекса на Самс, что, кстати говоря, вероятнее всего, потому что по логике Су-35 должен был бы видеть атакующий самолет. Гораздо важнее то, что теперь, благодаря поставкам Украины систем ПВО, Россия лишилась возможности наносить удары сколько-нибудь точными бомбами. Неудивительно поэтому, что за зенитно-ракетными комплексами Патриот, не дававшими русским бомбить Киев, развернулась целая охота. Заметьте, кстати, вот это маниакальное стремление бомбить населенные пункты вдалеке от линии фронта. Атака на Патриот и 16 мая была подготовлена особенно тщательно. Одновременно с разных сторон были задействованы беспилотники Орлан три ракеты С-300 и С-400, шесть дронов Камикадзе Шахет, девять крылатых ракет Калибр и шесть гиперзвуковых неуязвимых ракет Х-47 Кинжал. Как мы знаем, все шесть неуязвимых Кинжалов были успешно уничтожены, а установка Патриот была повреждена. Именно повреждена, не уничтожена, причем, вероятнее всего, как раз обломками одного из Кинжалов. Подтвердилось то, о чем уже давно говорили военные эксперты. Никаким гиперзвуковым оружием Кинжал не является. Это, по сути, четырехтонная ракета «Искандер» с помощью особых ухищрений, подвешенная на истребитель-перехватчик МиГ-31, который, в свою очередь, как подкованная блоха, немедленно перестал быть истребителем-перехватчика. И с учетом того, что система наведения головной части у него совершенно такая же, как в ракетах ядерной боеголовкой, можно говорить о том, что Россия потеряла и возможность использовать сколько-нибудь точное ядерное оружие. Это какой-то позор? И так теперь можно сказать практически по всем видам вооружений. Крылатые ракеты легко сбиваются. Хваленые С-400 с британской, в свою очередь, «Штормшедл» справиться не могут. Новейший бомбардировщик Су-34 не может уйти от ракет ПВО. Тяжелый крейсер «Москва» под завязку, забитый зенитными комплексами, тонет от попадания двух ракет. Российское ПВО пропускает любые дроны. От малых, поражающих купол Сенатского дворца Кремля, до еще советских Ту-141 «Стриж», попадающих по авиабазе. Российская артиллерия и системы залпового огня не выдерживают никакого сравнения с западными М-37-ки или «Хаймерсами». Ну что еще осталось сравнить в этой войне? Танки в прямом бою? Самолеты в воздушных дуэлях? Что-то мне подсказывает, что и тут результат предопределен заранее. В общем, прямо сейчас на наших глазах происходит окончательное разрушение важнейшего системообразующего мифа для мировоззрения русского мира. Миф о том, что страна, которая не может наладить производство современных микроскем, мобильных телефонов, отечественных автомобилей или гражданских самолетов, тем не менее, каким-то волшебным образом в гораздо более сложной военной сфере обладает некими сверхсовременными образцами вооружения. И дело не только и не столько в российской коррупции, из-за которой становится возможным разрушение Крымского моста, потому что закупленные дроны, которые должны были его защищать, оказались неисправными. Или благодаря которой оказалась дырявой российское ПВО, судя по недавнему, аресту генерал-майора Вячеслава Лобуська, отца основателя систем предупреждения ракетного нападения. Или из-за которой оказался потоплен кресель Москва, потому что важнейший элемент его пассивной безопасности, частица Креста Господня, скорее всего, была подменена где-то на этапе между покупкой на западном акционе и передачей ее на Черноморский флот. Вообще, в последнее время довольно распространенным оказывается фундаментальное заблуждение относительно коррупции и борьбы с ней в авторитарных странах в целом, ну и в военной сфере в частности. Типичным представителем такой точки зрения является Максим Кац, его «Хорошо, что воровали на ракетах». На самом деле, коррупция так не работает. Чем больше коррупции, тем ракет не меньше, а больше. Если бы на создании и производстве вооружений нельзя было так много украсть, российская власть не тратила бы на это столько бюджетных денег. Причем украсть в оборонке же гораздо проще, именно в силу секретности и надежды на то, что большая часть вооружений никогда не будет использована. В этом смысле коррупция в России и сделала возможную эту войну так же, как она сделала возможным, например, рефинансирование ЧВК «Вагнер». Напомню, что Евгений Пригожин коррупционер года 2022 по версии OCCRP, глобальной сети журналистов-расследователей, частью которой является и наш Белорусский расследовательский центр. Другое дело, какого качества оказывается то вооружение, которое произведено с целью на нем украсть. И именно развенчание мифа о какой-то особенной конкурентоспособности именно в военной сфере позволяет сказать, что по сравнению со временами Советского Союза, который воспринимался на Западе как верхняя вольта с ракетами, по меткому выражению Маргарет Тэтчер, Россия теперь это верхняя вольта с ракетами верхневольтовского качества. Это были новости с Шалом. До встречи через неделю. Пока. Уважаемые сети зрители, теперь у вас появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с карты на карту и криптовалютой.